В преддверии Дня Победы Пензенское областное отделение Русского географического общества совместно с телеканалом ТБН Пенза и пензенскими протестантами организовали акцию доброй воли, направленную на сохранение памяти погибших на фронтах Второй мировой войны. Репортаж о событии подготовили Сергей Киреев и Павел Шишкин. В преддверии Дня Победы Пензенское областное отделение Русского географического общества совместно с телеканалом ТБН Пенза и пензенскими протестантами организовали акцию доброй воли, направленную на сохранение памяти погибших на фронтах Второй мировой войны. Здесь в 1941 году формировались воинские части для отправления на фронт. И вот в память об этом поставили памятник. Мой дядя отсюда уезжал на фронт. Он прислал письмо, что он находится здесь, его отправляют вместе с другими такими же молодыми парнями на фронт. Больше от него не было письма. Здесь в принципе погибло очень много людей. И, наверное, нет ни одного куста или дерева, который не помнил бы то, что хранится у него под корнями. В ходе акции волонтеры и активисты перевели в порядок памятник на месте формирования воинских частей в годы Великой Отечественной войны. На территории был убран мусор и листва после зимы, покрашена ограда, а также отреставрирован сам монумент, посвященный памяти подвига наших солдат. У нас из Пензы было призвано в общей сложности порядком 300 тысяч человек за период 1941-1945 год. Погибло и пропало без вести на полях сражений практически 190 тысяч человек. Вот вдумайтесь в эту огромную цифру. И сколько вот здесь похоронено даже в период формирования воинской части в этом месте, никому неизвестно. И мы сегодня делаем эту акцию, чтобы память о наших земляках жила вечно. Мы живем в такое время, когда лет 10-15 назад никто бы не поверил, что по столицам городов, которые когда-то освобождались от фашизма, снова будут ходить новоявленные нацисты. Сегодня никто бы не поверил, что страны, которые 65 лет назад были освобождены от фашизма, будут его снова поддерживать. Я не хочу, чтобы в нашей стране эта нацистская зараза распространялась. И поэтому мы, как пенинские протестанты, как верующие люди, хотим заботиться о тех памятниках, которые были установлены тем людям, которые защищали нашу отчизму. Глядя на плачевное состояние некоторых памятников и зачастую равнодушное к этому отношение людей, участники акции выразили желание, чтобы жители нашей страны не оставались безучастными и делали свой вклад в общее дело сохранения народной памяти своим участием. Каждому стоит это делать, тем более, что уже приближается праздник День Победы, и никто из нас не должен забывать о том, что было, о том, что делали наши отцы и деды. Очень хотелось бы, чтобы никогда больше не было войны на нашей земле. И вот эти памятники, которые сегодняшним поколениям, сегодняшним людям напоминают о великих деяниях их дедов, эти памятники нуждаются в нашей защите, эти памятники нуждаются в реконструкции, в обновлении. И очень хорошо, когда мы видим, что молодые люди, молодые девушки сегодня совершают вот эту работу вместе с нами. Сергей Киреев, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для телеслужбы «Благих новостей».